Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день» и доброе утро добрых благословенных Божьих обетований в действии. Это то, что мы с вами можем прямо сейчас не просто слышать, не просто принимать, а в этом двигаться. Потому что полученное важно пускать в оборот. Не оставлять это, лежать на полочке, ждать своего часа, а сразу задавать Богу вопрос, это что, для чего, с какой целью. В мою жизнь пришли те таланты, дары, возможности, контакты, либо какое-то понимание, знание, какие-то откровения, какой-то опыт. Все, чем я сейчас обладаю, оно, друзья, не наше, оно Божье, но дано нам на время для того, чтобы оно умножилось в нашей жизни через плодоношение и влияние. Влияние на царство, влияние не только на то, где ты живешь, но на царство мира. И это возможно с Богом, потому что все пути человека, они пред Богом взвешены, и они сделаны, эти пути, на его высоты, чтобы нас поднимать. И поэтому сегодня я хочу вместе с вами посмотреть следующий стих. Опять же, вот этого уже настроения корейских сынов, которые достаточно в таком отчаянном, что ли, положении стали говорить, что ты с войсками нашими не выходишь. Почему? Обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Посмотрите, вот это продолжение мысли, что ты как будто бы оставил нас, ты как будто бы потерял нас, и мы сегодня бежим от врагов. И может быть, кто-то сейчас чувствует себя именно так, независимо от того, находишься ли ты на поле боя физическом, либо ты находишься где-то в духовной какой-то, в духовной битве, либо в каких-то несправедливых отношениях, которые сейчас как машина на тебя давят, а ты ничего не можешь делать. То опять обращаюсь сейчас к тем смыслам, которые говорила в прошлой программе. Так важно проанализировать себя в глазах Божьих. Господи, что за причина? Если небо сейчас закрылось, если я не слышу твоего голоса, где причина? Потому что есть то, что закрывает наши глаза или уши. Это наличие греха, это компромисс, это тогда, когда человек может говорить, да благодать все уже покрыло, я могу теперь жить, как хочу. Нет, друзья, вот тогда, когда человек грешит, написано скорбь и теснота всякому, сначала Иудею, потом и Елену. Если он делает неправильные вещи, то скорбь и теснота станут результатом. И поэтому те обстоятельства, которые в нашу жизнь приходят, у них есть причина. И поэтому либо это причина, которая была в жизни Иова, но таких бывает гораздо реже ситуаций, чем последствия, в которые мы входим. Но задавать Богу вопрос, почему я оказался в той позиции, где и дальше, где то, что я показал врагам свой тыл, где я побежал или где я не вижу твоего содействия, твоего участия. И поэтому я желаю, чтобы мы с вами реально могли сейчас быть открытыми перед Богом. Чем честнее и искренней, тем быстрее выходим из проблемы. Если же ты продолжаешь искать виноватых и говорить, если бы вот так не поступили со мной, если бы так не сказали мне, но почему-то ты сделал тот выбор, который сделал. Значит, что-то в тебе было такое, что тебя туда привлекло, может быть желание быстрых денег, может быть желание как-то стать известным, может быть еще какое-то желание, но то, что в глазах Божьих не является и правильным, и честным, или чистым. Поэтому сейчас он работает не с последствиями, а работает с нашими сердцами. И поэтому сердце, которое готово к переменам, обязательно эти перемены придут. Если четыре сезона в году, то тем самым Господь показывает жизнь. Каждого будет иметь эти сезоны и не разу в году, а вообще за всю жизнь мы имеем возможности и посева, и жатва, и посева, и жатва, и отдыха для обнаружения причин во время зимы. Зимой вроде как мы и не совсем отдыхаем, но плода мы все равно не можем получить. Это время работы, но для того, чтобы нам себя тоже проанализировать и вывести на должную позицию. И поэтому я хочу вместе с вами сейчас совершать эту молитву для анализа. Друзья, любая печальная ситуация, любая проблема — это возможность уйти в глубину и проанализировать себя. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем это делать в Твоем присутствии. Мы можем это делать с учетом того, что Ты царствуешь, и Ты на троне. И поэтому прямо сейчас, исповедую Тебя Богом Творящим, мы говорим, Господь, просмотри наши дни жизни предыдущие, почему мы оказались там, где оказались, и как город, и как страна, и как нация, и как отдельное семейство, и как род, и как церковь. Господи, показывай нам, что надо изменять, что надо преображать, в чем надо принести Тебе покаяние, а в чем надо изменить мышление, чтобы одно не было заменено другим, но чтобы нам предстать пред Тобой беспятная порока через жертву Иисуса Христа и через Твою полную победу в нашей судьбе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok